Друзья, всем привет! В очередной раз приехал в гости к своему другу Дмитрию. А у него как всегда всё по-новому. Посетил его секретную лабораторию. Давайте смотреть, разбираться, что здесь и как. Вроде бы совсем недавно приезжал к тебе, Дима. Тут у тебя уже опять столько всего интересного. Здесь я не бывал, хотя уже лазер был. Это точно. Когда есть лазер, вообще можно изгаляться, как угодно. Я вообще в шоке. Крутая вещь. Качество довольно приличное получается реза. Не то что плазморезом. Плазморез я попробовал и разочаровался. Это не то что мне надо. Азот дюар на 500 литров. Для чего он нужен? Для чего ты его будешь использовать? Ну, он испаряет азот через этот испаритель для масла. Чтобы продувать. А то он в баллонах не напасёт. Клапан-то починился? Клапан работает. А, да, хорошо. Скоро нам опять же придёт. Скорее бы. Да. А то они, блин, сдают в аренду. Здесь, короче, поликимик, тут клапан сбросной здесь есть, да, давление сбрасывает. И в него герметик попадает, ещё всякое говно из бака, и начинает весь азот стравливать. Ничего себе. Сколько здесь осталось? 60%? А где показывает? А вот показывает. А здесь давление. Сейчас шланг обмерзательный. А вот он же начал обмерзать. Видишь, пошёл. Минус 193, по-моему. Или 196. Пошёл азот. А это сам лазер, да? Да. Вот этот блок лазерный, да? Вот этот под него чиллер. Видишь, фреоновый. Как понять блок лазера? Ну вот он. С него идёт напруга вся туда, да? Накачка или какая-то? Да, вот тут у него волоконный лазер. Там светодиодных сборок таких стоит. Он накачивает это. А это что за ящик с электроникой? Лазер на сколько киловатт? На полтора. Честных? Честных. Ужас. Видишь, что? Ништяки. Какой он огромный. Агрегат. Это вытяжку вы сделали, да? Да, потому что он мелкодисперсный. Испаряет же это металл. Всё это оседает, такая пыль противная. Сейчас, ребята, посмотрим, как режет лазер на полтора киловатта. Смотри, какой у него монитор такой вот формы. Монитор прям как на Тесле. Что-то напоминает. Что-что? Один и второй. Тоненькие. Тоненькие потолще. Гнутся или пружинят? Пружинят, да? Ага. Хорошие. Шипы уже немножко порезали. Шипы порезали. Шипы порезали. Что порезали? Шипы порезали. Вот эти, они же изнашиваются. На ночь же их на нём и делали. Они вынимаются? Конечно. А, вон они как, да? Раз и всё, пила вытаскивается. Станок может чинить сам себя в данном случае. Самый идеальный вариант. Я, честно говоря, думал, он будет как-то попроще. Он прям чересчур наворочен. Смотри, вы видите, он так приходит весело. А то лазер, лазер. Я и не видел, что за лазер тут у тебя дерзкий. Кружочки, монетки. Алюмишка. Смотри, вот до лазера стол сделал. Сами порезал вот так вот. Прям вообще с нулина. Так у тебя же ещё до лазера вроде бы этот стол был. А это уже сами такой же, да? По образу подобию. Круто. Дима, сколько максимум? Этот лазер может резать вообще. Максимальная толщина. Максимальная толщина. Максимальная толщина 16 миллиметров. Вроде 16? Да. Десятку резали, 16 как они видели. Я себе тоже хочу столик сварочный, только маленький. Ну ты захожи, мы тебе порежем. Тоже с дырками. Как я дырки буду делать? Я тебе порежу. А ты просто размер скажешь. Скажи, я буду тебе отсылать как раз. Это потом я когда придумаю. Видишь, он так выпиливается, чтобы вставлял. Пазы были и ровно собирается. Вальцы капитальные. Это те, на которые ты точил. Вот вал. Вал с цельного кругляка. Это лютая жесть. А вот это для чего? Руль. А это перед тем как открывать, я должен его зафиксировать. Чтобы он не упал. А потом когда мне крутить надо будет что-то, я должен отпустить его. Он должен свободно быть. Я не ожидал, что так жестко будет. Ты ожидал? Он так провисает. Поставим на место. Помягче? Да. А сколько весит он? Вал. Вал ты чёрт знает. А вот здесь разжимаешь его, да? Да. Видишь, он поднимается. Видишь, за хвост держит. Ну да. Это не вальцы у тебя такие. У меня ж ювелирные. На мои далеко не всё можно запихать. Готово. А если вот сюда, например, туда будет дальний вал. Если я вот здесь буду, это будет дальний вал. Под поднимание. Техника серьезная. Ну ладно. Он как-то так себе. Может быть уже выработался. А может надо подкрутить гаечку вот здесь. А у меня знаешь, Дим, как снимаются круглые детали? Да, развинчиваются. Раскручивается станок разбирается. Нет, здесь не надо так. Немножко посложнее у меня. Десятку режут, балуются. Сейчас обещали показать, как это выглядит. Включили боровиков. Ты ключи вырезал? Прикольно, ключ вырезал. А реально работает? Нормально? Они работают. Им как раз нужно было большой рычагный напор, чтобы штаны вырезать. Нужен ключ. А то для болгарки ключ такой. Только дырочки надо было в чопики вставить. Дырочки наверное тоже были. Десятка, десятка. Вот это жесть. Так вы уже заказы на лазер принимаете? Сейчас начнём. Сайт ждём. Будет, будет. Будет, да? У вас будет быстро и качественно. Я буду первый в списках. Да, давай. Надо нарежем. Красота будущее уже наступила. Потому что оно раньше очень дорого стоило. Представь какую-то мелочевку, отверстие. Вот чем их вырезать? Ну да. А вот из этого всякие крепежные батареи резали. Я же говорю, я буду первым клиентом. Мне нравится. Как плазморез мне очень не понравилось. А тут нормально. Тут вполне можно идти гампутом. Оно же не загрязняет. Едет и показывает, как оно где будет и здесь. Да, он просто прикидывает по металлу. Большая, да? Да. Ржу с азотом? Режет. Ржу с продувкой, с поддувкой кислорода. Ага. Чтобы жгло. И вот это получается по оптике все полтора киловатта всё проходит. Да, да. Даже сюда. Вот это где десятка. Скорость не очень большая на десятки. Ну как бы и не маленькая. Можно подождать. Какая хорошая вещь. Плотный рисунок. Он перегревает металл. Тяжелая? Горячая. Ну и вот, собственно, такая птичка получилась с глазом круглым из десятки. Ну лазер, конечно, могёт. Могёт, ребята. Штука хорошая. Идём препарировать. Колоть? Да. Мы тут как тараканы вокруг этого двигателя. Уже большую часть кишок выкинули. То есть ты такой же, как и я. Выкидываешь всё с двигателя. Ничего тебе не надо там. Это лишние детали. Готовы. Вот ещё немножко. Там где-то ещё чуть-чуть. Вот здесь. Это гайки. Скоро будем колоть. Я всё-таки засниму. Это типичный момент. Так, ну всё, мы готовы к снятию фортков. Штаны можно сдёргивать. Давай крышу. Откуда начнём? А как это дёргать? Ты просто на себя? Ну можно отверточкой подковырнуть. Подковырание широкой отверточкой. Вот это вот. Тише, тише, тише. Его надо там чуть поднадавить. Он просто неудачно лежал. Или мне показалось? Это грязь какая-то. Нет, это какая-то грязь. Ну что хорошо, да? Да, всё живо. Здесь у нас покрасочная камера. Ой, куда-то я забрёл. А, вот давление, да. Что сверху, чтобы пыль не поднималась. Сейчас вот герметику сделали на дверях, что герметично там как на самоклейке. О, видишь какая она? Вот там фурмотируется краска. Вот чёрная сейчас загружена. Она такая тоже в воздух подаётся. Порошковая. Да. И вот здесь вот это потенциал высокий сюда не вешается, он налипает за счёт статики. Смотрю фильтра тут. Да, они, чтобы от паспера не портит. Ага. Они стряхиваются потом туда. Как на пылесосах промышленно. Тр-тр-тр-тр-тр делали. Да. Вот здесь подвели прям азот, чтобы из жижного испарял, чтобы мега чистый и сухой воздух был. Вот. Азот. Греющая. Сколько? 40? Нет, ну сейчас по-моему 40. Ладно? Да. Ой, тут запах такой интересный. 46 по-моему. Ага. Ну вот видите, сейчас 46. Получается. Мы и сами сделали это. Ага. Дополнительно. Видишь, с шагринкой нормально, да? Ну, порошковая красочка. Ну, знаешь, сколько геморроя здесь с этой порошковой красочкой? Пока режиму подберёшь, в камере сделали, а в камере не хватало тенов, она не выходила на режим. С кинди-красочкой тоже, как оказалось, геморрою прилично. Ну, покрасили же. А здесь, видишь, по-моему, где мне было покрасить дорожной краской. Да, он как-то меньше пылиц стал. Ну да, вижу что-то знакомое. Вот так вот. Это расширили, она маленькая была. Готовая плита. Под корпус. Красиво. Красиво выглядит. Ну да, еще шагринка классическая. Это для трюки, как я понял. Вот, видишь, корпус. Уже ближе направо похоже. То есть вон тот станок, это вы планируете вот это гнуть? А, нет, это вальцы. Да. Это вы корпуса. Да, корпуса, это они тут есть. Швы. Это всё ради тестов? Ну вот это, да, это ковров гонял. Смотри, R2D2. А вот эти вы кругляши делаете? Нет, нет, заказывали. Ну вот сейчас решаем. Чернухи испогай. Но, видишь, такой шов делает прикольно. Полуавтомат. Это что? Шин такой шин. Довольно качественный. На сразу заполнение. Ну это автомат, да? Да. Едет и варит. Вот так, отверстие за отверстием, дырочка за дырочкой. Идет процесс. Варит. 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 Вариток. Варит. Вариток. Варит. 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 На сразу заполнение. Ты спрашиваешь, что он такой большой? Он уже на вторую перешел, а он инием покрывается, теплопроводимость падает? А он вот тут оттаял как раз, перерыв был. И все-таки ГТД 350 хорош. Много чего с него можно сделать. Компрессор будет еще отсоединяться. Тоже куда-нибудь пойдет. Да. Вот такое состояние. Итак, ребята, картинка потихонечку складывается. Идет обработка деталей. Зашкуриваю сейчас, ребята. Вот помыли только что недавно аппараты. И уже подготовлен сопловой аппарат. Пока что я вам еще не скажу, что это будет такое. Не знаю, получится ли сделать. Успею ли я до отъезда увидеть кое-что в работе? Скорее всего нет, потому что работы довольно-таки много. Вот эта штука уже готова. Надо будет кок наваривать и будет присоединяться вот сюда. Многие из вас уже наверное догадались, что за счет вращения турбины каким-либо газом мы будем вращать на этом валу, допустим, например, генератор. И вырабатывать электроэнергию. То есть это такая наводка вам небольшая. Ну а пока что идет процесс, долгая подготовка деталей. Нужно еще масляную систему обеспечить. Ох, много работы. Но увидите, все увидите рано или поздно. Как видите, я вам все показываю, ребята. Ничего не утаиваю. Даже такие вот полусекретные проекты. Все подготовлено. Получилась вот такая безумно интересная красота. А здесь две непонятных трубочки торчит. Собираем воедино. Главное попасть в эту трубочку. Ну что, ребята, кажется работает. Ждем следующего видео по этой теме. Оно обязательно будет. Ну а у меня на этом всё. Всем пока. До новых встреч.